Девушки отдыхают Капитан, на скеллиг не идёте? Ты капитан этого корыта А что? Я хочу нанять корабль Сколько будет стоить нанять этот корабль? Единство народов не нанимается У владельцев свои планы А кто-нибудь в Новиграде сможет меня взять на скеллиг? В смысле, есть ли тут у нас психи? Есть, конечно Волверстон по прозвищу Фляга Спроси его в Золотом Осетре Он овечек любит Как островитяне На том они, небось, и спелись Ха, шутку понял Смешно Так, прозвище Фляга Это, небось, означает, что Этот капитан Любит закладывать себе заворотник Да, я могу просто так подойти и посмотреть Да, это прям какая-то бедная, прости Так, капитана корабля в карчме золотой осет Капитан Волверстон Ты Волверстон, капитан Атропос Мне надо, наверное, скеллиген Моя Атропос идет на скеллиг Все равно везу Только Тихо У тебя деньги есть? Конечно Тысяча новиградских крон Мелителис мне судья Это что такое? Тысяча крон Я уже и забыл, что это настолько дорого Ну, хер с тобой, хорошо Вот тебе тысяча крон У меня 20 с мелочи тысяч всего лишь Ну, ладно Вот тебе тысяча Держи, этого хватит? Мешок тяжелый, как бычьи яйца Так что, готов в дорогу? Ты сам-то готов Ты едва на ногах стоишь Выясни себе одно Капитан Волверстон никогда не ходит в море трезвым Море в одну сторону, Волверстон в другую Вот и качает потише Ну так что, дорогу Давай, что ждать? Поплыли Осталось стременную И на пассажок За удачу Здоровья мои, Атропос Здоровья твои, Атропос Поднять груза Ты еще в таверне, мужик Вот, собственно, корабль отходит Из доков Почему-то 30 фпс в этой заставке Геральт спать ложится И в этой заставке даже, вон, прическа Стандартная И что за Квадрат Малевича Но мы плывем или как? Пера себе Это что тут происходит, ребятки? Ребятки, ребятки Вы вообще хоть знаете, на какой корабль напали? Тут ведьмак Геральта пока он спал Борода даже отросла Пираты напали Да это вы хоть знаете На какой корабль вы напали Че такое? Бля, я в той бутке остался, да? Вот это мачты придавило прям по лбу Скельги Артскельг Несколько часов спустя Ну, по крайней мере, нас выбросило на берег Есть свои плюсы Но мы все-таки добрались кое-как Даже плотва, видимо, рядом Геральт, ты живой? Куда лапы свои тянешь? Бомжара Не подходи, убью Я смерти не боюсь Ты обираешь все трупы, которые тут выбрасывают? Брать у мертвого не кража Я островитяне Не пашу, не сею Мой урожай выбрасывают на берег волны Ты плыл на Атропос? Да Я думал, у капитана с вами какой-то договор Может, с Лугосом он и договаривался А с Крахом нет Хотя стоило У нас тут чужих кораблей не любят А ты-то чего ищешь на Скеллиге? Встречаюсь с чародейками Йеннифер из Венгер-Венгера Кайр Трольде у Краха гостит какая-то чародейка Может, она самая и есть? Кажется, не слишком ты ее жалуешь И правильно, кажется Говорят, она оббила краха вокруг пальца И вертит им, как хочет Страшно гнусная баба Командует всеми Одно слово, ведьма Как выглядит эта чародейка? Одета в черное и белое Если бы не сиськи, можно было бы принять за касатку Повежливее, Олег Хотя и с сиськами ее многие спихнули бы обратно в море С большим удовольствием Что-то ты запизделся, паренечек Как тебя зовут? Стенгрин Ты меня раздражаешь, Стенгрин Очень хочется дать тебе по морде Ну, попробуй, приблуда Давай, попробую Ну, и что скажешь? Хватит с тебя Лучше добивай Не то передохну И тебя ухерачу Ну, попробуй Это была хорошая схватка Но пока хватит Знаешь, как попасть в Каэртрольда? Как-нибудь попаду Держи путь на север Потом повернешь к западу В сторону залива И придешь к мосту Ярл сегодня в порту И твоя чародейка должна быть тоже там Спасибо До свидания Вот так всегда Даш по морде Потом рассказывает Как там добраться куда Ох-ох-ох На скельге А, так это была не плотва А я думал, это плохо В общем-то, весьма интересный диалог получился Подрались Потом он объяснил, куда ехать А, вон плотва стоит Она тоже плыла Сирена У нас в Кельге, собственно Довольно обширная карта Здесь архипелак Целая куча маленьких островков Они хоть и относительно рядом Но Помотаться здесь, конечно, придется Изврятно Да подожди, я армалет заряжал Сирена Погоди Все? Хорошо Сирен мы еще с вами не убивали Раковины с них выпадают Не дурно, не дурно Раковины, как я вам рассказывал Это весьма хорошо Так что здесь Таночки корабля Есть что тут подлутать Ну, неплохо в целом Весьма Бриллиант даже был Нормально, нормально А на палубу спуститься можно, не? Не, нельзя А что, где какое гнездо, я не пойму Где там гнездо? На корабле уже, что ли, сделали? Ну да вы, сирена Типа когда вы успели Избавиться По идее, тот корабль, на котором мы приплыли Хотя там матч так падал Ну что, паскуда? Эхидно Иди-ка сюда Располосовали просто Так, а где твой лут? Выпал За корабль Понятно Нормально мы так это Летаемся Только прибыли О, масло Масло против вампиров Хорошо Улучшенное масло Против вампиров Очень хорошо Два отвара Из Василиска И из Элементаля В бою увеличивает сопротивляемость Ведьмака Критическим эффектом Сокращаются А, сокращающим очки жизни Чем дольше сохраняется критический эффект Тем выше уровень сопротивления Говно какое-то бесполезное Два эликсира Улучшенное пульга Которой я абсолютно не пользуюсь И улучшенное зелье Рафара белого Ну, пусть будет Пригодится Я еще Точно не знаю Какой будет бил Может быть через зелье Может быть через криты Потом перераспределим очки навыков Получше Так, а тут че Есть че-то? Конечно, есть Так, замечательно Столько всего А там волна, видимо, место силы Магия Это место силы Еще одно очко умений Замечательно Вон еще кусок корабля Латва, ну ты подожди Давай Пощипай там травку Сколько всего Мяч охотников за колдуньями Улучшенный яд повешенного Солидно, не дурно Весьма-весьма Еще масло Улучшенное А, понятно Хватает немножечко Так А здесь что? О, одежда как у капитана Вот, тысяча наших крон Возвращаются Обратно В наши карманы 29 тысяч У нас Краснолюдский топор Реликтовый А, ну там 24 уровень надо Неплохой, кстати, топор такой Ну, если бы сейчас Его можно было взять Я бы ним Сейчас пользовался Но, к сожалению Сейчас пока Нельзя Ну ладно Тут вроде бы Как бы Все залутали Самое главное Тоже забрали Тысячу крон наших Которые мы потратили На то, чтобы Добраться сюда Уже одну точку Быстрого перемещения С вами открыли О, это Пес или волк Этого Челика Которому мы Морду били Уфа Местные торгаши Здравствуйте Лё Или ты Приветствую Что хочешь купить? Покажи, что есть Покажи мне свои товары Так Замечательно А тут Имеются У них Свои карты Карты Архипелагов Че делать? Нам придется Их покупать Сколько? Сколько? 300 крон За карту? Путеводитель По артскелек Путеводитель По антскелек 100 крон 200 крон По фарерам Хиндерс фиаль 200 крон Ундвик 200 крон Спикерок 100 крон До свидания Всего хорошего Я сам справлюсь Без ваших карт Карты В данном случае Просто открывали бы Точки быстрого перемещения Но не пошли бы Эти Островитяне Нахер За такие деньги Блять Карты продавать Они вообще в своем уме Я блять Сам Вместе с вами Откроем Это все Мы сами Сплаваем Все Сами Пооткрываем Нахер Наму Надо Такие бабки Отдавать Они вообще В своем уме По любому Наебать Нас хотел Я бы за это Ну 20 крон Дал бы Ладно Чего Подойду Что ты продаешь Так стой Приветствую Приветствую Что хочешь купить А что у тебя есть Покажи мне свои товары А Тоже Карты продаешь Идите Готитесь В тут Блять За такие деньги Карты продавать Вообще Нормальные Нет 300 крон Да Мы с вами Обычно Меньше Получаем За контракт Ой бля Не Даже не предлагай Я не буду Покупать у тебя Карты За такие бабки Сумасшедшие Вы видели Сколько Денег Мы получаем За заказ Тратить Такие суммы На Карты Просто По этим Островам Серьезно Сами Все Пооткрываем Обойдутся Че такое Тебе В деньгах Значит Тебе Нужен Заем Точнее Пожертвование Я Обернул Все До Последнего Медика Клянусь Просто Зайди Ко мне В Новиграде Дорогие Дорогие друзья Мы только Прибыли Мы только Прибыли На скеллиге Это Третий Человек Которого Мы встречаем Первый Оскорблял Нашу Женщину За что Получил По морде Второй Человек Пытался Нас Кинуть На бабки С картами Третий Человек Нас Пытался Кинуть На бабки С картами Четвертый Человек Пытается Нас Просто Наебать Ты Голова Капроновая Иди Я не знаю Звони И представляйся Родственниками Или Служба Безопасности Всех Банков Я Я не верю Блядь Тебе Че это За Брет Вообще Я слышал Слишком Много Таких Историй Чтобы Поверить В Очередную Что Я бы На твоем Месте Наверное Тоже Не поверил Да Да Ничего Не Поделаешь Да Они Так Все Говорят Они Все Так Говорят Ты Че А Ты Провалился Просто А я Думал Это Краснолюд Островитянин Но Че Новенькое Че Похороны Что Или Че Че Там Среди Живых А ну Дай Пройти Бомжара Ну Да Похороны Красивые Все Все Похороны У Стравитян А вот Здесь Атмосферно Не то Что В Новиграде Только Пришли А там Костры Полят В В этом Нет Нужды Дитя Знаю Но Я хочу Здорово Корову Кстати Вон Забили Положили Такая Молодая Пусть Бирна Пошла Они Дольше Ложи Делили Тихо Она Так Решила Бирна Не захотела Пойти Пошла Молодая Жена Вторая На Повесиком Пустил Пустил Я рада Я рада Тебя Видеть Торжественная речь Теперь Та 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 Давайте Лучше Просто Спросил каэр трольда распахнет двери для каждого кому был дорог бран из клана тирша еды и питья хватит на все во время тризны назовут свои имена те кто считает себя достойным короны но пир геральт любит пиры в отличие от приемов светских вот как мы с вами в новиграде были вместе с 3 ходили вот подобное мероприятие геральту не особо нравится а вот пиры пойдешь со мной пойдешь на пир со мной пиры носки лиги ужасно предсказуемы пьянство безудержное хвостовство и затем неизбежное мордобитие ничего общего с чародейскими банкетами помнишь прием на тоннэйды на тоннэйды я могла забыть там же был ты и я прекрасно помню что случилось после банки ты опять читаешь мои мысли более того мне они нравятся ну похороны видимо закончились все расходятся ты узнал что нибудь и вели не да что касается вели на цели каким-то образом попала к тамошнему барону самозванцу он держит в страхе всю округу незадолго довели на цели рак она была ранена серьезно не думаю барон вскоре отправил ее в новиград подозревая что она искала тебя до барона она попала в лапы трех ведьм по счастью она сумела сбежать ведьм не знаю что это за тварь на самом деле но они очень опасны кстати о ведьмах в велине я встретил нашу старую знакомую кейру мец что она делает в такой дыре скрывается от охотников за колдунами она сказала что цири искал какой-то эльфский чародей хорошо когда будет больше времени мы к этому еще вернемся к разговору о кейре давай не будем возвращаться цири в новиграде хотелось снять какое-то проклятие когда я приехал ее уже не было ты уверен это рассказал лютик в этот раз без художественного вымысла что за проклятие я почти ничего не знаю цели попала в переделку и не успела довести дело до конца я нашел филактерий который она собиралась зарядить потом дашь мне на него взглянуть без проблем а ты что-нибудь узнала не так давно на артскеллиге произошла катастрофа вызванная магией очень необычно я не встречала ничего подобного у меня предчувствие что причиной всему была цель я уважаю твою интуицию и нам нужны настоящие доказательства они появятся если я смогу исследовать аномалию но мы шавура его друиды никого к месту катастрофы не допускают мы шавур возглавляет круг друидов на скеллиги я не видел его с тех пор как цири была маленькой девочкой сомневаюсь что ты сможешь с ним договориться даже на правах старого знакомого почему мы шавур тебя не пускай скажем мы разошлись во мнениях громко и сильно разошлись приветствую тебя крах нам надо встретиться на 3 я не приму никаких отговоров у меня к тебе важное дело на перу я буду в черном и белом надеюсь ты будешь со мной гармонироваться подбери что нибудь в чем ты пока не охотился на чудовище ты знаешь как я не люблю эти новые дублеты сперва они жмут а потом тут же рвутся я как и крах не приму никаких отговорок мы тут не ради удовольствия у нас важное дело и мы должны выглядеть пристойно и я сняла комнату в корчуме зайди туда и выбери что-нибудь что я приготовила мне надо еще кое с чем разобраться встретимся у входа в зал ну кстати по крайней мере она приготовила вещи уже купила на альфонсичах что ли получается хотя такое приветствуется конечно по крайней мере она не сказала там сходи купи мне ту начало 3 свое время тут никто не видит мы никто не видел это не воровство если что просто собираем так сейчас посмотрим что тут вообще у местных имеется ну честно говоря у нас тут неприятности смерть явно ну с утопцами и неприятности такие которые твой серебряный меч как раз разрешит хорошо говорит дай-ка угадаю рвут сети жрут рыбу и иногда нападают на одиноких моряков если кто ночью возвращается по берегу из корчмы если только так нашем заливе твари хуже чем на большой земле как после захода солнце нападают так и днем а что не только на рыбаков охотится на бой их тела потом море выбрасывает доспехи разорваны в клочья кишки выжраны странно есть какие-нибудь свидетели рюри мой ученик был в лодке на которую нурдьявлен напали есть еще ту вы у которой убили мужа она живет здесь недалеко немного выше боюсь никого больше не припомню те кому приходится иметь дело с этими тварями редко возвращаются живыми на сушу поговорим о награде поговорим сперва о награде что-то она больно скромная на мой вкус так ну вот в районе трех сотен как бы меня устрою 310 чуточку дороговато да хер с тобой мужик давай 300 крон дорого но может она того стоит ладно заплачу сколько просишь его ништяк я принимаю заказ с утопцами я уже не раз имел дело скоро все будет кончено вот тебе моё слово плотва там что-то заказ морские дьяволы кстати чё там ведьмачи заказы а 18 уровень ну на тризну я думаю мы с вами успеем сходить как тризна будет идти достаточно долго а вот заказ надо выполнить потому что он для 18 уровня у нас уже 20 поговорить со свидетелями рюрик чё там делаешь а зачем ты рубишь а все понял а это речь они будут вот нет это тоже вещь и рюрик и рюрик я слышал ты был в лодке на которую напали удобства да вместе с ульфом моим двоюродным братом мы собирали ловушки для крабов около скал герок ульф потянул за веревку тяжело ему было я уже решил что там полная клетка что хороший улов когда что-то рвануло веревку снизу всего миг и ульф был уже под водой я звал его раз другой третий вдруг вода стала красной кровью разнесся ужасный запах вроде гнилья только хуже когда утопцы перевернули лодку я и сам не знаю когда плыл до берега должно быть фрей меня хранила или чудовища уже наелись спасибо за рассказ так с другой свидетельницей поговорить там кажется вдова погибшего как сказал нам заказчик иду и мне сказали что твоего мужа убили утопцы сперва море забрала у меня сына теперь мужа осталась я одна или наш сын не вернулся слова муж каждый вечер ходил на скалы керок высматривать его лодку я говорила что ему этим жизни не вернешь и сам говорю сгинешь слышал ведь что там утопцы живут только не сиделось ему брал он свой старый плащ и шоу когда он однажды ночью не вернулся я позвала брата мы взяли факел и отправились его искать мир дьявлен утопцы так его изранили что я только поэтому плащу его и узнала я знаю что это небольшое утешение обещаю что ваша беда с утопцами скоро закончится будь здорова так ну нам надо смотреть местность где видели утопцев используя ведьмачье чутье этим займемся на тризну мы успеем еще сходить и куда она не денется арендуем так сказать водочку я скорее позаимствуем во временное пользование возьмем сразу выполним этот заказик поднимем немножко денежек денег нам понадобится друзья мои огромное количество то что у нас сейчас есть это такая мелочь это крайне мало все-все-все вылезай уже окажется более-менее суть очередная жертва очередная жертва где трупоеды по сути идите сюда тут логово должно какое-то у них быть два утопца не надвижу столько кипиша навести более тут рассказывали что они прям такие жесткие ну что я разницы никакой не почувствовал а что за сундук весьма неплохо смотреть местность а вот тут этот смрад точно утопцы где-то рядом их логово вот я же говорил что это логово должно быть придется немножко поплавать вручную куда запах ведет сюда под воду что ладно давайте к осадку выпьем да 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 он есть вот подводный чё это по стенам бегали под водой а или отталкивались просто я вот здесь явно шли и лута никакого даже по дороге нет ну как так вот насчет лука кого там что-то есть кажется вонь пил подаль давайте еще кошку выпьем дас следы когтей длинных и широких тут трупов достаточно как я погляжу это вход понял а где их гнездо тогда здесь вот здесь еще удовольствие я предсказал что просто их много но уже принципе с ними чё тут есть что-то что-то лежит кусок доспеха совсем заржавевший рассыпается в руках молдова чудовище окажется не утопцы о свинья почти не тронуты припрятана на потом утопцы так не делают синяки на шее раздавленная гортань задушили чё еще почти не тронуты припрятана на потом понял там все так не делают надо понять кто так делает обломки лодки порванные паруса канаты можно сказать морская декорация смрад следы на телах должно быть логово водной бабы у них тонкий нюх она не вернется пока я здесь хотя если она терпит может достаточно будет сделать вытяжку язык желез чтобы замаскировать мой запах сейчас попробуем сделать это не здесь и не здесь масло эликсиры вот зелья из феромонов утопцы и где ну а вот утопцы не будут нападать на ведьмака должно хватить остается где-нибудь спрятаться и подождать за теми шлюпками пришла пришла эй тут уж не должны нападать или уже прошло время действия этого эликсира тихо 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 зелье просто перестала действовать уже тому моменту пока она пришла так ну заказ то был на утопцев а тут еще водная баба нам как бы заплатят за это или нет за 300 это я соглашался на утопцев сходить учитывая что здесь была водная баба то надо бы как бы там же вход был отдельный выход человеческий вот он а где там козы звуки издают так вылезти как-то на берег так вылезти как-то на берег и и ты это называешь ударом ну давай а вот 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 у и подзаработаем еще немножечко денег перепрыгни вперед давай 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 шевелись шевелись не останавливайся шевелись ну вот только взяли заказ сразу его выполнили оперативная работа нам еще за это надо накинуть бьерк работа сделана а вот доказательства она что мне голова дьявол это что за дьявол водная баба старая хитрая особь это она источник всех ваших бед я много мерзости в сетях находил муреными ноги скаты возьми свою награду и заслужил мне причитается больше не причитается больше водная баба гораздо опаснее утопцев море тоже кто знает что еще из него выползли может тебе снова понадобятся мои услуги я не подставляю шею за тех кто жалеет награды значит вывода и взятку на я и вымога у меня есть я просто настаиваю я не вымогал 450 ну да мы договаривались на 300 он накинул еще 150 неплохо неплохо хорошо а что за доска объявление имеется дракар хуртик спущен на воду корабльчик готлив и его подмастерье спустили на воду дракар хуртик построены по приказу ярла анкрайта скельги еще не видел такого маневренного и быстрого корабля воины клана анкрайт которые хотят сесть на весна пусть договариваются с эйтфином одноглазым объявление украден меч олаф первый стражка эр тролльда объявляет из оружейного рода анкрайтов был украден меч известный как кулиу видели как сучий сын который это сделал уходил через южный вороток старой крепости того кто поможет вернуть меч ждет награда сообразное старанием а кто поможет ворам того ждут смерть и бесчестье заказ дух леса воины с келлиги кто отважится встать против духа леса что угнетает жителей фэрлунда тот получит награду весьма достойно мы не богачи но собрали в складщину немало езжайте в фэрлунд и спросите там свена заказ морские дьяволы хочешь слава и денег клинок твой остер а смерти ты не боишься тогда зайди к бьоргу мастеру лодочнику у него есть для тебя работ так мы только что это выполнили нужно избавить заливка эртрольда от морских дьяволов которые до того расплодились и обнаглели что бросается на всякого кто зайдет в гавань то твари убьет того ждут слава великая на всех островах и кошель полный золота уроки гвинта так ну-ка ну-ка даю уроки в игры в гвинт от учеников требуется дисциплина логическое мышление и желание учиться особо приветствуются ученики с душевной предрасположенностью к игре приносите собственную колоду кроме того еще опытных игроков для совместной игры к взаимной выгоде ибо лишь сражаясь с равными в суровом бою можно отточить навыки согласен согласен мышавур друид кулачные бои ты силен как морской лев гибок как угорь и хочешь сразиться с лучшими тогда приходи на турнир и сойди с лицом к лицу с сильнейшими бойцами островов вальрадом из каэр трольде эйнером с фарер и гримой из аренбьерна не мешкать честь и слава всего в одном поединке от тебя возьмем вот это всего лишь было только первая доска объявлений которая встретилась на нашем пути но заданий мы с вами набрали очень очень много ну что ж время серии подошло к концу это значит что я вынужден с вами прощаться вы же подписывайтесь на канал комментируйте ставьте лайки и всем до новых встреч дорогие друзья а точнее до следующей ведьмачьей серии всем пока а а а а а а а